Ну и чё вы опять припёрлись? Может быть что-нибудь толкового принесли, а мужик, чем торгуешь? Блок рогового коралла под подзол. Чё? Чё такое подзол? Это ты сейчас поджопник получишь, если не перестанешь маяться фигнёй, и наконец-то выловишь нормально рыбы, чтобы мы пошли за Чики-бомбони или Михуила с Еленой. А, то есть хочешь сказать, что ты узнал, как делаются Чики-бомбони между мишками? Конечно я узнал, как делаются Чики-бомбони между мишками, и учитывая то, что как бы мы читаем комментарии всех подписчиков под каждой серии, мы же читаем? Читаем, читаем, но я что-то там не нашла комментарии, как делаются Чики-бомбони между мишками. Да потому что мы с тобой просто тупые, я в предыдущей серии предлагал им сделать Чики-бомбони с помощью жареной трески, а надо просто обычную сырую, и мы её с тобой даже ещё не попробовали, поэтому... Давай лови рыбу, чтобы мы пошли к этому Михуилу! Сейчас ловим, нам две достаточно рыбки будет? Ну да, подожди, у меня... Ээээ, у меня же тоже есть удочка, так, да, ой, фейерверки выбросил. Опа, всё, давай тогда ловим! Я удивлюсь, если сейчас мне попадётся не рыба, а какой-нибудь крюк. Или книга зачарования, тогда я тебе вообще... Да, ну это... Рассылую, если тебе книга на починку какая-то. Это невозможно, нет, 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 нет. Опа! А? Тресочка, тресочка, обычная тресочка. Опа! Кайф! Иглобрюх! Почему меня всегда такие глобрюхи любят? Давай ещё! Даааа, неудачненько, неудачненько. Лови рыбу, ещё одна нужна! А ты прикинь, если потом окажется, что они любят только лососи. Треску они не любят. Ой, вы посмотрите на них, какие они избирательные молодые люди. Ну, медведи. Медведи молодые. Если мне сейчас выпадет ещё один иглобрюх, я удаляю Майнкрафт. И... Опа! Всё, наконец-то, тресочка! Всё, пошли давай! Ой, ты смотри, какая ледоходливая! Давай! А ты чё, по-моему, у льду идёшь-то, ну? Давай! Короче, ты кормишь Елену, я кормлю Михуила. Только не выпусти. Здравствуйте, дорогие зрители Михуил, Елена! Зрители, здравствуйте! Пришло время пополнения в семействе. Если ты скажешь, что... На, корми! А-а-а... Ты чё, Квабу, бьёшь? Походу... То, что писали в комментариях, то, что их надо чики-бомбонить треской, это не работает, Катя. Они не кушают треску. Ну-ка, ты кинь мне рыбу. Так, корми. Может, реально лосось нужен? Подожди, где рыба-то? Куда она? Ускакала. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Елена. Михуи. У меня тоже не работает! Чё-то у меня такое предположение, то, что ни треска, ни лосось даже не работает. Чё-то у меня всё же такое предположение, то, что в комментариях пишут то, что сами, наверное, не знают. Говорили вот просто все комментарии, то, что надо покормить сырой. Именно сырой рыбой. Чё-то пока что не работает. Ни жареная, ни сырая. Я ещё вернусь! У нас там вроде в этом сундуке там лосось был. А, тут, кстати, и сырая треска была. Ну да ладно. Иглобрюх, вот. Я тащу сырой лосось, Катя. Давай, давай, я пока с ней не поговорю. Может быть, вы на диете, может быть, вы... Кстати, реально. Михуил. Кать! Не ломай клавиатуру и мышку! Нельзя кормить медведей! Я говорил, что не работает у них чики-бомбой. И почему тогда все в комментариях писали то, что надо их рыбой сырой? Не работает! Ну, у меня есть две теории, почему они не хотят сводиться. Наверное, они нас стесняются. Всё-таки медведи умные молодые медведям, как мы уже выяснили. А, во-вторых, наверное, они молодые. Хотят ещё погулять. Как думаешь? Почему нам в комментариях тогда писали то, что их можно чики-бомбонить, если в итоге нельзя? А вот это уже загадка века, на самом деле. Я не знаю. А вот это уже надо вас спросить. Почему вы пишете, что можно их чики-бомбонить, если их нельзя чики-бомбонить? Я подозреваю у вас, что это было неправда. Всё, точно. Они реально на диете. Я говорю то, что на диете. Ну, подожди, они ещё мало знакомы. Это раз. Вот. Два. То, что мы сейчас пытаемся придумать какую-то отмазку, почему они не хотят чики-бомбониться. Это два. А три. Дадим им время. Молодожёнам надо просто узнать хорошо друг друга. Познакомиться и в полном одиночестве. При романтической обстановке, при свечах. За чики-бомбониться по-самой я не хочу, а вот потом уже появится маленький медвежонок. Да, всё, пошли. Ну, всё, отлично. Да. Правда, мы сейчас в ад идём, а там уже разберёмся. Короче. Какой ад? Адский ад мы с тобой прямо сейчас идём. Короче. Нам нужно... А ты знала то, что можно сделать зомби-кабана? Это, кстати, добавили там вроде два обновления назад. Вот. Давай пойдём. Подожди, подожди, подожди. Куда ты это самое разогнался? Мы ни в какой ад не пойдём. Вот давай мы на самом деле сделаем вот всё, что хочешь. Вот всё, что захочешь, вот то мы и сделаем. Да. Отвечаю. Хорошо. Я хочу, чтобы мы пошли в ад. Пошли. Давай, в ад. Нет, нет. Нет, подожди. Давай то, что ты хочешь, мы то и выполним. Я хочу в ад пойди. Вот давай пойдём. Нет, 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 нет. Вот всё, что любое желание твоё скажешь, вот оно будет исполнено. Я вот всё, что угодно будем делать. Ты дура. Ну, я хочу, чтобы мы в ад пошли. Вот, исполняй моё желание. Пошли в ад. Нет, давай что-нибудь другое делать. Хорошо, тогда пошли приведём зомби-капана из ада сюда. Нет, давай что-нибудь другое делать вне, от ада. У тебя есть какие-то идеи? У меня нет. Какие? У меня есть идеи. Ну вот ты что хочешь, предлагай, мы всё сделаем. Я хочу, в ад, ты что мне мозг-то пудришь? Ты время тянешь или что? Пойдём в ад. Всё, давай запинюхивайся. Стой, стой. Всё, давай, последний раз тебе предлагаю, вот, любое твоё желание я выполняю. И мы делаем то, что ты скажешь. Я хочу, чтобы ты сейчас взяла и кокнулась башкой об эту лампу и разбила её к чертям собачьим, если ты в ад не хочешь пойти. Вот давай кокайся. Я придумала, что мы с тобой будем делать. Кокнись башкой об лампу. Это моё желание. Я придумала, что мы будем делать. Кокнись башкой об лампу. Да ты дурачок. Хорошо, кокнусь. Кокнусь. Ща. Вот так. Нормально? Ну ладно, сойдёт. Ну хорошо, давай твоё желание. Короче, вот когда я в прошлый раз делала тебе костюм лесного эльфа. Ага. А у меня было очень мало красителей. А я, конечно, ни на что не намекаю, но я вот не умею делать красителей. Может быть, мы пойдём поучимся делать красители. Кать, ты понимаешь, что красители в Майнкрафте делаются просто из цветов. Вот здесь у нас, здесь у нас жёлтый краситель, здесь у нас вот голубой краситель, здесь у нас красный. О, распознавательный, интересно. Давай дальше вот продолжим. Я хочу посвятить серию красителям. Слушай, а давай на самом деле я тебе объясню, как делаются все красители в Майнкрафте, потому что я уверен, что ты не знаешь, как делаются некоторые из них. Вот ты знаешь, как делаются чёрные красители? Нет, если честно, даже не задумывалась. Чёрных цветков же нет? Кстати, реально. А как тогда делается вот этот светло-коричневый, светло-серый, пурпурно-мариновый? Она не знала то, что есть одно существо в Майнкрафте, которого сначала надо хокнуть, и только потом с него получается чернильный мешок. Подожди, дай угадаю, дай угадаю, чёрные-чёрные, это у нас панды чёрные. Испа-испанд, чёрный краситель. Господи, стой просто здесь, я тебя позову, стой здесь, дай мне пару минут, я сейчас подготовлюсь, и мы, Катя, проведём урок красителя в Майнкрафте. Екатя-бабуинчик! Я всё подготовил! Е-е-е, бегу-бегу-бегу! Ты где? Возле сральника жду! А, вижу-вижу, мы прям по воде пойдём, потому что я модная сегодня. Отпусти, и за путь! Привет! Начнём с самого простого. Вот смотри, если тебе когда-нибудь... Да сюда подойди, я говорю, самого простого! Я просто досмотрелась! Так, смотри, если тебе когда-нибудь будут нужны красители, ты сразу будешь знать, что надо добывать для этих красителей. Вот смотри, это все цветы, из которых можно добыть красители. То есть у нас там и розовый, и синий, и красный, и здесь у нас подсолнух, то есть это розовый... Пу! Жёлтый краситель, господи, дальтоник! Вот! А здесь у нас розовый и розовый, видишь? Подожди, подожди, я никогда не видела оранжевых цветов. Ну, они вроде как, ну, немного редкие, но, в принципе, да, оранжевые цветы тоже можно найти, и скрафтить оранжевый краситель, вот. С ума сойти, ладно, продолжаем. А сейчас ответь мне на несколько вопросов. Отойди в сторону, отойди, отойди в сторону, отойди в сторону. Да я отошла! Скажи мне, пожалуйста, с чего можно получить белый краситель? Вот этот. Из белых цветов. Ну, как вариант... Где ромашка, где ромашка? Подожди, 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 да, я вот, белый тюльпан. Нет, из белого тюльпана получается светло-серый краситель, кстати, я сам этого не знал. Вот, из белого тюльпана светло-серый краситель. А мне нужно, чтобы ты сказала, из чего делается именно белый краситель, а не светло-серый. Из сахара? Еще одна попытка. Из снега? У меня есть снег, кстати. И последняя, третья попытка? Че он еще белый в Майнкрафте есть? Из кролика, из кролика, точно! Эээ, нет, белый краситель делается из кости. Ну, то есть из костной муки, понимаешь? А, ну это был последующий мой вариант, я так и хотела сказать. Хорошо, тогда черный краситель из чего делается? Скажи мне, пожалуйста. Из угля. Нет! Из... Г... 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 Сейчас, подожди, я запуталась Сквидера, да убить надо Так, иди сюда Мне нужен от тебя чернильный мешочек, чувак Отлично, получилось Четыре даже Вот, вот сейчас ты будешь знать то, что черный цвет Делается именно из сквидвардов Но и сейчас самый какой-то Тупой вопрос, но все же С чего делается зеленый Краситель? А, ну это просто, из любой листвы? Нет Из слизи Давай я тебе просто покажу, чтобы ты не задавалась Вопросами, хорошо? А, давай Настало ваше время Мастер и Маргарита Нет, из них что ли Зеленый краситель делается? Спрошу второй раз за эту серию Ты дура! Как из вошадей может зеленый краситель Делается? Кай! Господи Короче, дай я выведу Маргариту Мы сейчас на них поедем Я о том говорю то, что мы так давно на лошадях не катались То, что я хочу на них прокататься А? Господи Все, давай, поехали Короче, сейчас мы идем в ту местность Где как раз и добываются зеленые красители Катя не знает, где они добываются Давай, за мной Я решил, что сегодня у нас будет минутка экстрима Экстрима Ой, так, подожди Че ты делаешь? Мы на конях и на вагонетке поедем? Да нет, подожди Это сейчас немножко из-под контроля все вышло Мастер! Ты дур, да вылези! Да, алло! Мастер! Мне страшно Как вытащить лошадь из вагонетки? Так, Маргарита, мы с тобой туда не пойдем Это слишком опасно Аааа! Вот, все Вот так Все, давай за мной Давай за мной Я говорю, сегодня Можно не пойдем? Можно не пойдем? Давай за мной Сегодня у нас будет экстремальный вид спорта Короче Да стой ты! Нам под этой железнодорожной дороге Надо на лошадях Добраться до пустыни Ты сейчас стебёшь, надо Ну чё, мы на лошадях катаемся Раз тысячу лет, поэтому я решил Что всё же мастер и Маргариту надо прогулять По железным рельсам По железным рельсам, да Через весь океан лошади сейчас будут вот это Перебегать А давай ты мне просто скажешь, из чего делает зелёный краситель Я тебе предлагаю Прямо сейчас где-то вот здесь Опа, вот так спрыгнуть Вот так давай, спрыгивать Как без экстрим просто Так, вот Вот так дальше, всё Давайте сюда за мной, давай Только мне интересно, как мы их потом домой Обратно затащим, разве что на лодках Ну ладно, неважно, всё дети мои, давай Последний раз вы гуляли примерно в серии 85 назад Поэтому вспомните, как это на улицу выходить Может мы дальше на них нормально Покатаемся по земле Я тебе предлагаю угадать всё же Из чего делается зелёный краситель Пожалуйста А, ну раз ты меня привёл сюда, к этому, к этой местности Вот, вот сюда К этой зелёной фигне Это кактус называется, это не зелёная фигня Так, значит зелёный краситель делается из ламинарии Из кактуса! Ну это я и хотела сказать Но тоже не всё так просто Нельзя его просто так взять, сломать Поставить вот в верстак И у нас получается зелёный краситель Кактус надо пережарить в печке И только потом у тебя получится зелёный краситель А чё так сложно? Почему нельзя было просто засунуть его Как все цветы и как всё что угодно Реально, почему нельзя было сделать, потому что ты просто засовываешь траву, и из травы получаются зелёные красители. Нет, сделали что надо именно кактус, пережарить ещё, уголь на него потратить. Подожди, 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 остановись. Я увидела практически все цвета. А фиолетовый-то где? А вот фиолетовый надо своими руками сделать, надо соединить синий и красный. И вот тогда у тебя получится фиолетовый, понимаешь? Почему нельзя было сделать фиолетовый цветок? Ой, как сложно в этом Майнкрафте. Давай, тащи лодку, запинтюхивайся. Погодите, погоди, а из Ярика какой краситель? Из Ярика никакой краситель не делается. Это, конечно, всё очень хорошо, но я только сейчас выяснил то, что лошадей нельзя в лодку брать. Подожди, то есть мы с тобой застряли посередине пустыни, с двумя лошадьми, без еды и с кучей красителей, да? Ага, и с дебилом Яриком сухопутным. Ну, тогда я тебе предлагаю вот этих лошадей отправить в деревню к жителям, вот, чтобы они там с ними немного потусовались, а мы потом за ними вернёмся через пару серий. Ты же понимаешь, что мы за ними не вернёмся никогда? Мы за ними вернёмся когда? Всё, давай садись. Маргарита! Маргарита, ну давай тащи. Ой, мы, кажется, потонули. Тере-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те. Зато экстрим! Зато экстремально, Кать! Да, и лошадки реально хоть прогуляются. А то для чего они вообще были созданы в этом мире? Заодно познакомиться со всеми жителями нашей деревни, увидят хотя бы дальше что-то своей конюшнине, не? Ну, в принципе, не то, что даже познакомиться, а сродняться и останутся там жить навсегда. Ну, не, не, вот мастера и Маргарету мы точно потом домой заберём. Не надо вот этого. Да-да, я так и поверила. О, дорогие лошади, лошадья, смотрите, значит, это супер инновационная постройка вашего, вот, хозяина, ворота автоматически называется, открывай шарманку. Эпа, вот так, вот, заходи, мастер, проходите, ага, знакомьтесь. А закрыть за собой двери? Ну, закрой за собой двери, да, кстати, потом криперы сюда набегут. Вот, знакомьтесь, это жители, которые каждый день устраивают вечеринку-дискотеку возле колодца. Я, кстати, не знаю, что они здесь делают, но ваш папа, ну, в смысле, я, частенько любит разгонять этих дебилов-жителей вот так по домам. Быстро за работу, ядрыть, колотить, что, воду собрались здесь попить возле колодца? А что их так много, кстати, по сравнению с прошлыми сериями? Да, как будто реально размножились, вот это всё, разчики бомбонились до этой серии. Так, а где мастер, вот? Да. Ну, потом, может быть, когда-нибудь мы вам здесь построим загон, но я предлагаю оставить лошадей в больнице для жителей. Я уже оставила Маргариту возле колодца. Так она там потеряется. Я её привязала на поводок. А, ну ты тогда умная, хорошо. А у тебя есть ещё один поводок? Да, есть, всё, вот будьте здесь, пожалуйста, на поводок и не подпускайте жителей к колодцу, а то я вижу то, что они любят вот это, пинать здесь одно место и не работать. А я голема на поводок взяла. А что, так можно было? А подписчик в комментариях написал, возьмите голема на поводок. Я взяла. А я не знал, что можно брать голема на поводок. Что, мы же с собой заберём? Домой? А как мы его дотащим домой? На поводке, пешком. Через океан. У меня же это, ботинки на ледоход. Мы дойдём. Аааа, кстати, ну тогда пошли, да, сюда, в эту сторону. Там у нас, кстати, одно свободное место в нашей конюшне образовалось чудесным образом. Ха-ха-ха-ха-ха. Поэтому сейчас там ты будешь жить, пока здесь будут жить мастери Маргарита. Ладно, вы тут не скучайте без нас, дети. Мы вернёмся через серии 90. Как я и говорила, собственно. Так, ты мне там подсказывай, куда идти-то, я уже не помню, где наша деревня. Направо, налево? Да пока прямо, пока прямо, и потом увидишь, там большая флево-башня будет. Потом направо, вот за лодкой направо. Ага, ага, а он там не отху... Идёт за мной, нормально всё? Идёт, 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 давай, не останавливайся, сейчас тебя врежусь на лодке, давай. А то как бы лёд... На лодке? На лодке, сзади тебя лёд-то размораживается, и сзади нас уже вот там пропадает, Кать! Давай! Я пытаюсь быстрее бежать. Вот это экстрим, вот это я понимаю. А нельзя просто было нового голема у нас в деревне заспавнить, зачем мы вот этим занимаемся-то вообще? Реально, а нафига ты нам нужен-то? Реально, можно же просто два вовжили... И топай вперёд, сейчас лёд растает, топай вперёд, давай! Ой-ой-ой-ой-ой, тут тут сюда останавливаться-то нельзя. Нельзя-нельзя. Ну просто голем экстримальщик, ну просто соседней деревни мы его ведём, ну тоже прикольно. О-о-о, золотой сранник виднеется! А что произошло? А-а-а, башка закружилась! Так, ну всё, я устала. Я не могу больше идти. Прощайте, ты мне был очень дорог. Я тебя любила как родного. Прощай. А чё, я не падаю-то? Чё я не прощаюсь-то со всеми? Кать, это похоже на Титаник. Вы на маленьком кусочке льда. Тонете вместе. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok